Пока мы полиудариум находятся в режиме ожидания некоторых материалов для переоформления, я сегодня дам вам 5 советов по предотвращению появления водорослей в аквариуме. Первый совет, как бы банально он ни звучал, это еженедельные подмены воды в аквариуме. Хотите вы того или нет, подмены нужны, если вы не хотите в один прекрасный момент обнаружить водоросли в своем аквариуме. Это универсальный совет как для пресноводных, так и для морских аквариумов. Неважно какой он, если там есть жизнь, значит там со временем будут образовываться какие-то соединения, которые в конце концов приведут к водорослям. До поры до времени вы даже можете не догадываться об этих соединениях, потому что никаких явных признаков их нет. То есть пока водорослей нет, да, не видно их. Даже тесты не всегда могут показать какие-то превышения там тех же самых нитратов и фосфатов. По тестам они могут быть на низком уровне. Дело в том, что грунт и некоторые декорации могут впитывать в себя нитраты и фосфаты. Впитывают до тех пор, пока впитывается, пока есть куда впитывать. А когда некуда впитывать, они начинают выделять нитраты и фосфаты обратно в воду. Если вы делаете подмену, даже 50% сделали, через 2-3 дня по тестам вы увидите, что у вас опять зашкаливают нитраты и фосфаты. Это грунт выделило все обратно. Иногда ситуация усугубляется до такой степени, что приходится делать даже перезапуск аквариума. Многие мне скажут, что годами не меняют воду в аквариуме и никаких водорослей нет. Ребята, я вам верю. И я хочу вам сказать, что вы счастливчики. Потому что вы исключение из правил. А как правило, водоросли появятся в аквариуме без подмен. Это вопрос времени. Второй совет. Не делайте чрезмерное течение в аквариуме. Это касается пресноводных аквариумов. Независимо от того, травник это или цихлидник. Старайтесь не превышать циркуляцию 5 объемов аквариумов в час. И старайтесь сделать эту циркуляцию равномерной по всему объему. Чтобы не было застойных зон, там где будет скапливаться илдетрит. И чтобы не было зон повышенного течения. Потому что в зонах повышенного течения очень сложно будет избежать в конце концов появления черной бороды. Третий совет. Это не увлекайтесь со светом. Особенно на начальном этапе запуска аквариума. Когда вы запускаете аквариум, я вообще рекомендую короткий световой день, всего 3-4 часа освещать его в сутки. Потом постепенно, каждую неделю, по часику накидывать. Но в конце концов, все равно я бы не рекомендовал превышать 8-часовой световой день. 8 часов для растений достаточно. Не забывайте, когда добавляете свет, не забывайте также добавлять и удобрения жидкие, и добавлять СО2. Потому что дисбаланс между тремя этими показателями, скорее всего, приведет к водорослям. Четвертый совет. Не перекармливайте рыбу. Особенно это касается живых кормов. Потому что даже если вам кажется, что рыба быстро съела корм, как вот кажется, что 5 минут, и этого достаточно, и вы посмотрели, вроде бы как корма и нет. А живой корм имеет такое свойство, особенно трубочник или мотыль, зарываться в грунт. И вы вроде смотрите, что нет ничего. Можете еще добавить там чуть-чуть рыбу, чтобы не голодали. А потом только при сифонке вы обнаружите там такие закрома вот в самом грунте. А это все органика, которую так и ждут водоросли. Когда количество органических соединений повышается в воде, их концентрация увеличивается, то водоросли вы увидите, наверное, в первую очередь на медленно растущих растениях тенелюбивых, таких как анубисы. По краям у них будут такие черные-черные налеты. Кстати, еще один способ, как избавиться от обрастания на растениях, это выращивать их в надводной форме. Но такой способ не всегда подходит аквариумистам. Пятый совет. Заведите санитаров. Водорослиеды сиамские, красохейлусы сетчатые, улитки неретины, креветки аманы все это санитары, которые будут вам почищать аквариум. То есть они где-то будут какие-то появляющиеся водоросли клевать, там есть, топтать, как это делают креветки. И где-то в какой-то степени будут помогать в борьбе с ними. Но стоит также помнить, что те же самые санитары имеют и обратную сторону. Например, если это сиамские водорослиеды, они поедят вам все мхи. Если это бородоеды, красохейлусы сетчатые, так те вообще, когда крупные вырастают, они съедают не только мхи, но и достаточно жестколистные растения, как у меня в этом аквариуме и произошло. В то же время улиток уже самих могут поесть рыбы. Например, боцы и клоуны съедят практически у любых улиток. К тому же надо отметить, что ни один санитар не спасет вашу банку от водоросли, если вы сами забили на ее обслуживание. Рыбы, креветки, улитки – это всего лишь помощники в поддержании чистоты в аквариуме. Так что на бородоеда надейся, а сам не плашай. Конечно, я дал только малую часть из рекомендаций по предупреждению появления водорослей. Если у вас есть какие-то дополнительные советы, напишите их в комментариях. На сегодня у меня все. Если видео пора, ставьте лайк. Давайте, до связи.